И так, ну что ж, Ария Рума и маленькие любители покушать, это всеми любимая Факторио с модом на Кроссторио 2. Как я люблю это говорить и всегда об этом говорю, за кадром произошли какие-то гигантские изменения. И мне очень сильно повезло то, что это лишь оптимизации разного рода процессов. Первое, что вы можете видеть, здесь убралось парочка вот таких вот солнечных блоков, которые были размещены у меня на основной базе. Их было здесь больше, а все потому, что у меня банально здесь стоит камень, который мне безумно очень долго гмазолит глаза. И я сделал небольшую эту систему, которая весь этот камень помещает в склады, а склады просто уберут и уничтожают весь этот объем камня. Очень кардинально, очень классально, но на самом деле этого камня у меня везде под боком. Вот здесь вот, вот здесь вот и везде очень гигантские горы, и я не думаю, что вот это вот жило принесет мне какую-то основную пользу. Следующее изменение это я увеличил количество переплавляемой стали. Просто поставил здесь большее количество электропечек и вывел это все вот в такую вот ракетообразную форму. И это теперь работает, все у нас производится, и со сталью теперь проблем нет. Также мне пришлось здесь увеличить количество производимого стекла, поскольку со стеклом тоже были проблемы. А также я в будущем думаю производство вот этого тоже расширять, поскольку его тоже нам не хватает, вот этого ресурса. К сожалению, я не помню, как называется, то ли кварт, то ли еще как, но в общем нужно будет это что-то придумывать. Насчет производства железа я тоже не помню, говорил я или нет, я увеличил его масштабы. Теперь у нас больше железа переплавляется и больше пользы нам от этого приносится. А еще вы можете наблюдать здесь очень полезные и очень увлекательные ресурсы. Это вот эти вот конвейеры, но до них мы тоже с вами дойдем. Один из самых основных, наверное, ресурсов, который я увеличил, это зеленые микросхемы. Для этого мне пришлось вот такие вот масштабы здесь увеличивать. И теперь у нас с зеленой микросхемой абсолютно никаких проблем нет. Ибо при промышленном потреблении вот этой вот системой, всяких вот этих вот пакетов, зеленых микросхем, к сожалению, не хватает. Красных еще более-менее, а вот зеленых совсем нет. И поэтому были произведены такие кардинальные изменения. И вроде бы это все по большим таким оптимизациям. Ну да, я еще здесь вот на фиолетовых колбах произвел небольшое улучшение и увеличил количество модулей эффективности, которые здесь производятся. В принципе, ничего сложного, просто небольшое такое видоизменение и улучшение. Немножко видоизменил, в принципе, всю базу с этими самыми улучшениями. И видоизменил вот немножечко наш молл, как я и говорил в предыдущей части. Молл постепенно будет переходить в дроновидную форму. Здесь у нас стоят вот такие вот маленькие ячеечные формы, как вулии буквально. И все, сюда поставляются ресурсы с помощью дронов. И все у нас здесь производится. Я просто здесь кидаю какие-то рецепты отдельные, которые мне нужны, и они здесь успешно производятся. И постепенно такими маленькими шажками у нас здесь появляются на базе буквально все ресурсы, которые дроны без проблем в колоссальных масштабах могут доставлять, куда только им вздумается. Ну и самое, наверное, интересное, что здесь произвелось, это вот такая вот система по всем видам конвейеров. Здесь у нас небольшое производство желтых, но самых начальных потом идет красные, потом идет синие. Здесь должны идти еще ниже зеленые, но я посчитал то, что для них нужны какие-то конские объемы ресурсов, и в принципе они не дают такой нужной эффективности. Я не думаю, что производство зеленых процессоров здесь какое-то нужно. Они, да, приносят большие изменения в плане конвейеров, то есть у них большая дальность, большая скорость и так далее, но я не думаю, что это нам сейчас сильно необходимо. Если вдруг случится так, что потребуется нам это, то без проблем, это здесь у нас изменение встает. Я не зря сделал ограничение и подальше от всех остальных производственных масштабов здесь это безобразие разместил, именно с той целью, чтобы здесь потом это все безобразие увеличить. Насколько я знаю, зеленые конвейеры не самые последние, есть еще фиолетовые, но до фиолетовых нам еще как от Пекина до Китая. Чтобы сделать фиолетовые конвейеры, нужно, как ни странно, иммерсит, и уже его я на удивление начал добывать. То есть именно вот они, жилы иммерсита, здесь ставится обычный карьерный бур, и все с помощью вот таких вот нехилых манипуляций погружается вот в эту систему, в такую же обычную систему для погрузки, как во многих других на базе местах у меня эта вся система есть. Мне повезло то, что у меня в этом месте есть недалеко друг от друга две жилы с необработанным иммерситом, благодаря чему у меня вышло здесь два вот таких вот бура разместить. Все это добывается, все сюда у нас складируется, и когда у нас прохождение потребует иммерсит, мы уже будем к этому готовы. У меня в принципе иммерсит еще много, где разбросан по базе, я не думаю, что сюда нужно будет как-то пояс тянуть, возможно я просто сделаю конвейер, ну в общем посмотрим. Я как сделаю, я точно вам об этом скажу, мне этого иммерсита поп и жует, так что сильно не переживем за эту тему. Иммерсита мы обязательно займемся с вами, и безотлагательно мы с вами этим займемся, как только мы научимся его перерабатывать. У него куча различных стадий, и самое сложное, к чему мы в принципе не можем ими сейчас заняться, это нехватка лития. Я вот себе уже здесь в расчетах сделал всю цепочку по получению лития, которую нам с вами нужно будет сделать. Как ни странно, самый важный для лития инструмент, ресурс, это вот такие вот насосы с минеральной водой. Из-за чего мне пришлось вот сюда вот расширить нашу базу и сделать тут базу по добыче минеральной воды. В принципе у него принцип такой же, как у нефти, и не стоит, я думаю, это отдельного внимания. Оно просто здесь размещено и просто у нас здесь функционирует. Пришлось даже сделать, наладить какую-то оборонку, но если быть честным, никакие нападки жужуков за большее количество времени не были здесь замечены. Был здесь пущен также пояс с этой минеральной водой, который просто в минеральную воду вот на нашу первую станцию сюда приводит, и у нас здесь она складируется. В итоге у нас из ресурсов здесь есть минеральная вода, песок, который я выявил здесь вот у нас недалеко от станции, и у нас здесь есть теперь дробилки и песок. И также здесь нам последний ресурс, который необходим, это вот такой вот резервуар с водой. Мне пришлось воду вытянуть аж отсюда, то есть из места, где у нас добывается дерево, для нашей вот этой вот схемы с коксом. Пришлось даже увеличить немножечко масштабов здесь хранимой воды, и это все просто потому, чтобы не тянуть воду вот отсюда вот конвейерами как-то или трубами. Очень, конечно, это все неудобно, но главное, что мы здесь сюда все вывели, и воду, и хлор, и все на свете. Нам здесь, получается, следующим шагом нужно разметить 9 заводов для электролиза. Если мне не изменяет память, мы уже с вами делали нечто подобное, да, то есть у нас здесь есть пояс даже с хлором отдельный, но это производство я здесь трогать не буду, не хочу, и мне это не нужно, ведь просто это банально неудобно. Поэтому я решил здесь разместить отдельное производство для всего и вся. Самое сложное, мне кажется, будет это продумать всю эту систему, как она должна располагаться. Все было бы на самом деле гораздо легче, если бы мне не приходилось здесь мириться с маленькими размерами, которые мне доступны. Правее я уйти не могу, у меня здесь как бы медь. Я могу только уходить влево, получается, и вверх, но для этого нужно будет переносить забор, но... Ладно, посмотрим. Расчетом нужно разместить здесь заводов электролиза 9 штук, но я разместил здесь их 8. Если вдруг будет не хватать, у меня в любом случае есть модули для улучшения, модули скорости, которыми я смогу все это ускорить безобразие, поскольку расширяться я от слова совсем не планирую здесь. Следующий у нас этап, продвинутые химические заводы, с помощью которых мы получим хлороводород. Их нам нужно 2 штуки, замечательно. Но я бы для начала хотел складировать у нас отдельный хлор и отдельный водород на случай непредвиденных последствий. Все, вода у нас запущена, и хлор отдельно, водород отдельно начали у нас производство. Замечательно. Немножко колхозить пришлось, но зато у нас есть теперь хранение и водорода, и хлора. Просто может такое вдруг случиться, что в холостую что-то производится, и это не очень камильфо. Следующее, что здесь мне нужно размещать, это продвинутые химические заводы, да? Стоять. Погодите. Я сейчас смотрю. Оказывается, у меня не изучен продвинутый химический завод, который нужен мне для производства лития. Ага. Интересно, интересно. Я думал, сейчас я все построю по-быстрому. Ага, построил. Мне сейчас по-любому нужно тогда производство иммерсита развивать, ведь он необходим для производства химического этого завода. И получается, мне нужно проделать вот такую вот исследовательскую цепочку. Мы ее не сможем сейчас просто взять и проделать, потому что нету технологических карт материи. А как эти карты материи, прошу прощения, крафтить? Это процессор, пустая карта и данные исследования материи. А где я тебе должен взять эти данные? Ага, данные делаются на квадтовом компьютере с помощью редких металлов и лития. Прикольно, да? Что-то я, может быть, путаю. Хорошо, а я смогу с помощью обычных химических заводов, допустим, делать то, что мне необходимо, потому что продвинутые, что-то, как-то не особо работают. Да, я с помощью обычных вот таких вот химических заводов могу делать хлороводород. Тогда зачем ты меня путаешь? Система, зачем ты меня путаешь? То, что мне нужны продвинутые какие-то, а? Вот, все, обычные химические заводы здесь работают. 9 штук надо разместить вместо 2. Вот и все. Путает она меня, что-то. Нет, самое, не возникает особо. И все нормально будет. Химические заводы расставил. Хлороводород я им поместил в рецепт. Им осталось его только вывести. Опа, пошло. И хлороводород мне, получается, тоже нужно где-то складировать. И все, вот таким вот образом у нас выглядит вся эта система по добыче хлороводорода. Нам осталось дело за малым. Всего лишь парочка химических заводов и парочка заводов электролиза. Я не буду, конечно, их 225 штучек размещать. Но не знаю, сколько получится, столько и размещу. Снова продвинутые химические заводы. Я на это два раза не куплюсь. Нам нужны обычные химические заводы. Без всяких наворочеств. Рецепт хлорида рития. Мы будем получать, получается, отсюда ресурс. И поступать сюда будет у нас жидкость. Нам, получается, нужно для всего производства полтора конвейера. Значит, все безобразие у нас будет размещаться вот так вот и в лесенку. Давайте хотя бы для начала 20 штук сделаем. А уже дальше будем делать посмотреть. Если честно, ребят, я делаю это впервые. И мне самому безумно интересно, что из этого выйдет. Теперь я, получается, это все просто беру, дублирую и ставлю сюда. Стой, а что, а что, а как так произошло? Я с трубами намудрил. Просто завод неправильно поставил и сам перераспореживался. Нет, все-таки с трубами я намудрил. Надо будет сейчас все это переделывать. Все, теперь это размещено так, как должно быть. А что, с первого раза у меня не сразу вышло это разместить. Но ничего страшного, главное, что вышло. Еще раз, на всякий случай, размещаю. Теперь этих химических заводов здесь ровно 40. И все это успешным образом должно попадать в один гигантский склад. Осталось лишь дело за малым. Сюда подвести хлор. Сейчас он должен сюда подвестись. У меня, пока я все это безобразие строил, уже трубы закончились успешным образом. Но сейчас дроны должны это все доставить. Хлор в трубах есть. И последний штрих, который мне необходимо здесь разместить. Тыдыщ! Минеральная вода пошла. Хлор пошел. И, получается, хлорид лития у нас успешно вырабатывается и создается. Это, я считаю, успех и просто невероятное достижение. И у меня как раз по пространству примерно идеально все выходит, чтобы я вот здесь вот смог разместить производство непосредственно самого лития. Мне, получается, для него нужны сами заводы электролиза. Надо сейчас парочку здесь разместить и вообще разметить, как это все должно выглядеть. Потому что, если честно, я не представляю, как это все должно выглядеть. Ведь сюда мы должны поставлять воду и литий. И нам он будет возвращать хлор. Это неожиданно. Все у меня сошлось. Пазл сошелся. Он, получается, 10 хлора возвращает с каждой продукции, которая нам необходима в обратном резервуаре. То есть, этот хлор можно будет пустить в обратку и его сюда вот зациклить. Если что, можно будет здесь где-нибудь производство по сжиганию этого самого хлора организовать. И все у нас будет великолепнейшим образом работать. Вот примерно вся эта схема должна выглядеть вот таким вот образом в моем понимании, в моих глазах и вообще вот по моему мнению личному. То есть, здесь у нас идет вода. Она идет по всем системам. Здесь у нас в общую систему объединяется весь переработанный хлор. И он должен идти сейчас сюда вот каким-то образом. Весь литий, который вырабатывается у нас поступает на конвейеры, идет в склады. С помощью манипуляторов весь хлорид лития у нас должен поступать в эти самые заводы электролиза. Нужно сейчас размасштабировать эту всю систему. Я не думаю, что мне придется крафтить аж 200 штук этого всего безобразия. Я хочу отделываться еще малой кровью. Так, прежде чем запускать это все безобразие, я хочу проверить, будет ли это вообще все работать. Для этого мне останется сюда подключить только воду. Вода пошла по системе. Первые наши штучки запустились. Замечательно. А я тем временем, пока у нас начнется здесь копиться литий, буду размещать необходимые остальные производственные процессы. Типа вот этого вот. И тадам. В виде все у нас подключено. Все у нас должно работать наилучшим образом. Ну, я себе так это представляю. Литий у нас уже успешно здесь идет. Складируется. Да, пошел процесс. И литий я, пожалуй, сразу себе буду выводить на линию, получается, шины. Только нужно его как-то здесь более-менее аккуратно вывести. Потому что здесь много очень подводных камней, в которые можно споткнуться. Возможно, в будущем, если мне приспичит очень сильно, то я поменяю все эти длинные конвейеры, которые тянутся непонятно откуда, на подземные конвейеры. И это будет выглядеть более-менее эстетично хотя бы. Но пока это будет именно таким образом. Все, по идее, я вывел. То есть у нас по вот этой вот нашей линии идет, точнее должен идти-лети. Я сейчас хочу проверить, вдруг у меня что-нибудь на этой линии находится. И вот это что-то вдруг. Синие процессоры на этой линии. Ага, надо сейчас переделать просто и все. Но рядом с синими процессами, я думаю, они пойдут и ничего им не помешает. Одной линии, я думаю, за глаза хватит. У нас не такие сильные будут производственные потребности. Хотя я ни разу не играл и в этом абсолютно не уверен. Но если что, я думаю, мы сможем нарастить масштабы. Это не проблема. Все, теперь будем надеяться, я вывел это в правильную линию. И пойдемте запускать процесс. Для этого мне нужно просто здесь поставить один бздынь. И все. Лизии, которая накопилась у нас, пошел производиться. Что делать с данными масштабами, я не представляю. Здесь очень не 200 штучек этих самых литиевых панелей. И даже если считать то, что этого всего безобразия хватит всего на полтора красных конвейера. Я думаю, если меня сильно приспичит, я просто здесь себе еще один ряд сделаю и будет их 80. Но пока что, я думаю, этого масштаба хватит мне. Так, благодаря тому, что у нас теперь есть литий, и мы его с вами производим. В маленьких масштабах, да, но нарастим, это не проблема. Главное, что у нас теперь он есть. И благодаря тому, что у нас есть литий, хотя бы в маленьких масштабах, мы его теперь можем использовать. Из-за того, что в прошлой серии я сделал с вами урановую переработку и все на свете, я сделал портативный ядерный реактор. Который у нас жрет ядерное топливо, которое вот здесь на моле делается, и не жалуется особо. Я его сделал буквально через 10 минут, как завершил прошлую серию. И за все это время, я наиграл с прошлой серии около, наверное, часов 8. Вот столько вот топлива от этого самого элемента. То есть, проблем с этим ядерным реактором у нас, я так понимаю, совсем не будет. Но у нас будут сами проблемы с литием. Давайте смотреть, раз нам нужен иммерсит, раз я хочу удариться в иммерсит, нам нужно его начинать производить. То есть, нам нужно производить вот эту вот самую пыль, которая нам производится из вот этого вот необработанного иммерсита. Саму пыль без проблем производим, это все просто делается в отробителях, хорошо. А дальше иммерситовый кристалл у нас делается благодаря серной кислоте и благодаря аэрозотной кислоте. Что это такое? То есть, грубо говоря, это еще одна длинная химическая цепочка, благодаря которой мы сможем получать только иммерсит. Который пока что мы нигде, кроме как в ядрах ИИ, использовать нигде не можем. Хотя нет, можем. Смотрите, солнечные панели и еще куча где всего. Для того, чтобы это все использовать, мне нужно выработать весь этот продукт. Имею ввиду вот весь этот камень. Ведь я хочу разместить производство иммерсита. Наверное, вот здесь вот сделаю станцию. Или вот здесь вот под ураном. И вот здесь вот у нас будет производство иммерсита. Думаю, вот такого гигантского пространства для этого хватит как раз нам. И вот эти вот солнечные панели будут переезжать отсюда. Если к следующей серии я не успею выработать эту жилу, то в любом случае у нас на повестке дня останется производство энергии. Если я думаю переносить отсюда все солнечные панели вместе с аккумуляторными блоками, то мне нужно будет эту энергию как-то другим способом, альтернативно производить. Благодаря тому, что у нас есть модификации, я могу здесь позволить себе построить не ядерный реактор, а термоядерный реактор. Вот так он выглядит. Он у нас вырабатывается благодаря, получается, слиянии атомов. И он работает у нас на 3Т. Вот он, 3Т, который как раз делается из лития и урана. И я думаю, это будет у нас прекрасная возможность попробовать реализовать термоядерный реактор. И как он будет выглядеть, и что он будет из себя представлять. Ну и я думаю, что это мы узнаем с вами только в следующей серии. Следующая серия обещает быть безумно интересной. И ведь если я все правильно понимаю, и правильно понимаю мою рукожопость, большой долей вероятности этот самый термоядерный реактор может рвануть и обеспечить нам сладкую жизнь. Ну а точно мы это узнаем только уже в следующей серии. Ну а на этом пока что все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слугам Амору. И еще услышимся.